Всем привет! С вами снова я, Лили Ли и мой фэшн-блог. Сегодня я хочу рассказать тебе про мою косметичку. Здесь у меня, конечно, не вся косметика, так как помимо декоративной косметики, мейкапа, есть всякие крема, лосьоны, увлажняющие средства и так далее, безумное количество. Но про это как-нибудь в следующий раз. Сегодня только мейкап. Итак, сначала тональник. Прекрасный тональник Max Factor, который, если верить рекламе, советует профессионалу. И знаешь, я верю. После тональника я обычно использую пудру. Вот у меня есть такая пудра Givenchy. Посмотри, четыре оттенка, которые смешиваются благодаря кисточке и создают практически идеальный тон. Помимо этой пудры у меня есть еще одна, менее известная марка, но на качество это никак не влияет. Вот она, светлая, прекрасно матирует и устраняет жирный блеск. Всегда ношу ее с собой. Консилер я использую, если есть какие-то мелкие несовершенства, которые огорчают. Посмотри. Наношу его чуть-чуть на какую-то поврежденную поверхность. Либо на прыщик, либо на покраснение. Вот так вот растушевываю. И вуаля, несовершенства скрыты. Румяна. Вот такие вот румяна Chanel. Очень удобная и очень сейчас выигрышная, потому что после отпуска, после лета хочется сохранить загар, хочется лишний раз подчеркнуть его. И румяна в этом очень помогает. Они придают такой бронзовый оттенок, очень легко наносится и очень долго держится. Тени, тени. Куда же мы без теней? Ты знаешь, я очень люблю тени, а это мои любимые. Золотые тени Muba, которые можно использовать как днем, так и вечером. Днем они придадут солнечное настроение, подчеркнут солнечное сияние глаз, а вечером создадут незабываемый золотистый вечерний макияж. С этими тенями можно использовать вот такие вот блестки для глаз. Тут они разные. Золотые, черные, красные, серебряные. Их можно приклеить на века, тем самым подчеркнув взгляд. Но чтобы вообще поразить всех наповал своим взглядом, используя вот такие вот реснички накладные. Жалко, конечно, что накладные, но свои ресницы так накрасить, ну, очень трудно. И плюс они, видишь, с такой подводкой, со стрелками. Это придаст нереальной выразительности глазам, взгляду и сразит любого наповал. Помада. Посмотри. Вечерний вариант. Классическая красная помада. Ну, вот такой вот цвет. Считаю этот цвет очень невыигрышным таким хорошим, потому что он не вульгарный и даже без блесток, и не пошлит. Просто эффектно выделяет. Но это на вечер, потому что днем все-таки лучше использовать, ну, какие-то такие более нейтральные цвета, более природные, романтичные. Нейтраль любое слово. Вот так вот два моих любимых оттенка розовых. Посмотри, их осталось совсем мало, потому что очень часто их использую. и блеск. Вот такой вот блеск. Но сегодня, я думаю, все-таки не время блеска. Я все-таки отдам предпочтение помаде. Сейчас тебе покажу, как она будет выглядеть. Посмотри. По-моему, очень хороший, дневной, естественный цвет. Я им очень довольна. Ну вот, я показала вам все то, чем я пользуюсь чаще всего. Надеюсь, вам понравилось. На сегодня это все. С вами была Лиля Ли со своим фэшн-блогом. Увидимся через пару деньков. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok